всем здравствуйте вы на канале солнечный дворик и с вами я елена бородина сегодня у меня необычное видео я сегодня хочу вам показать наш губернский рынок в городе самара нас неделю назад не пустили сюда говорят надо qr-коды но сейчас мы хотим пройти хотим посмотреть пусть от нас или нет у нас сегодня как бы уже разрешенного посещения мы вчера сделали вторую прививку но пока почему-то у нас ничего нету в телефонах сейчас посмотрим если получится что нас пустят да и в любом случае это видео вам выпущен если нас пустят мы обязательно посмотрим цены на бройлер ную курицу она же нас очень интересует а вообще почему мы сюда приехали я люблю сыр а этого сыра нигде нету продает только на губернском рынке и у меня уже кончились все запасы мне прям не терпится не терпится купить такой сыр идемте мы с вами на рынок вот мы уже остановились сейчас мы войдем рынок я буду вам все снимать вот такой у нас губернский рынок сейчас мы подойдем оденем маски и посмотрим сможем войти туда или нет ну что друзья нас пустили просто проверяют ухода маски никаких qr-кодов не потребовали сейчас мы значит с вами пройдемся по рыночку и посмотрим цены ой у меня потеют очки потому что зашла с улицы но сейчас они перестанут потеть а может из-за маски потеет я стараюсь говорить громко чтобы меня слышали вот смотрите вот такой у нас рынок ну народу я бы не сказала много но народ есть сниму вам их красоту удобно сделать это посмотрите какая красота это мы мимо просто проходим к своей цели я снимаю наш рыночек конечно здесь у нас всего много очень люблю этот рынок больше чем который рядом с нами новокуйбышский нам надо кстати тыкву очень хочу сделать котлеты из тыквы и грудки бролера но надо узнать может у родителей есть пока у нас василий покупает не сыр мы идем смотреть курочку сниму как раз вам красоту нашего рынка и вот мы заветной цели девушка а цена бролера у вас какая цена бролера 450 рублей килограмм а я вообще на продажу курицу не делала в этом году у меня просто монетки лишили и решила на продажу и что-то я сглупила по 380 наверно надо было до нет нет я считаю я все еще просчитываю у себя я на комбикорме кормлю дорогим южной короны да знаю все прекрасно но нет нет налог плачу нет я сама занятой этики остановлю я чё тут но то есть налога я плачу но там не физическую лица 4 процента слушайте я прямо это расстроилась своей курицы 4 здесь у нас еще у . но никак у нас не мускусная но обработана очень хорошо мне конечно обработку очень волнует ой да здесь и кролики с кроликом в этом году у нас беда расскажу как нибудь что у нас случилось кстати вчера у нас крольчиха беременную убежала мы прям все в шоке ну все давайте идем к другому продавцу у какая утка вот это вот точно наверно мускус на это у вас мускусы или маларда обработана очень хорошо и гусь а в какой цену вас мускус на водка а приблизительно килограмм 3 килограмма 3 200 до а корочки у вас какую цену килограмм где-то 450 до приблизительно нет 350 рублей за килограмм все поняла а маленький вот вы забиваете тоже берут таких дай да перед толчки хорошенькие тоже да и кролик у вас да это белый великанчик что новозеландский да это черного поняла такая ладки у него тогда беленький черном ночи у него ладки черненькие или парни сет умел о ее ладки черненькие нет и тогда или новой села Курочка очень хорошенькая Так, и здесь вот тоже курочка Но здесь свет немножко другой Падает В общем, курица у нас на рынке есть Пускают без QR-кода И перепелки, и цесарки Я не знаю, как вы с арендой прокручиваетесь и продаете Вот честно, вот не понимаю Такие аренды платите И продавать это все на рынке По нашим ценам сейчас зерна, комбикорма Это очень, конечно, тяжело Я вас понимаю Так, а вы кросс, вот гибрид Своей курочки не знаете Вот какая она у вас Коп 700, да? Это Арбрайкрис, вы имеете ввиду Вот, друзья, моя любимая Арбрайкрис Видите, какая желтенькая? Видите, какой товарный вид? Все Отлично Перепелочками я не занимаюсь Меня интересует очень курица Я просто цены обследую Ну что, друзья Погуляла я по рынку Поговорила Я, вы знаете, не удивлена цену, которая на рынке Они не только платят За кормление, за пропойку Но еще у них тут огромная-огромная арена Поэтому цена 450 рублей Это действительно оправданная цена Еще хочу, что я вам сказать Ведь продают они не просто продают А продают только постоянным клиентам Нет сейчас новых клиентов Никто Новые не подходят и ничего не покупают Работают только на свою клиентуру Поэтому, друзья Цена, которую я видела на Авито 250 рублей Бролеры Я не знаю вообще, чем они кормят Что они хотят заработать на этой курице Вот обследовала я цены Еще сходим с вами на открытый рынок Ну это как ярмарка считается в городе Новокурске И посмотрим там цены Я в прошлом году тоже выпускала видео Какие цены были там Здесь я вам в описании И сейчас всплывет у вас Видео, которое я снимала на этом рынке в прошлом году Если я его найду И вы посмотрите Ну вот и все Я заканчиваю свое путешествие на рынок В общем у нас здесь курица 450 рублей И я считаю, что это оправдано Пока мы не делаем Спасибо Спасибо